И всем привет, ребят! С вами Стрыванька, я записываю второй видос сегодня уже с обновами. Они наконец-таки у нас появились, я уже думал, что у нас сегодня ничего не будет, и уже первый видос у нас залетает с премьерой, но у нас выходит долгожданный список обновлений, и это не просто список обновлений, а просто безумнейшая перебалансировка всего чего-либо. Это просто жесть, сейчас по всему этому делу пройдемся, и еще заценим... Так, что у нас там было еще? Мамонт HD у нас еще появился, но тут в принципе ничего говорить не надо, просто с завтрашнего дня у нас появляется ХД Мамонт. Так, что у нас по списку? Давайте по порядку. Ультраконтейнеры появляется Твинс с пробитием, отключает сплэш-урон у пушки, наносит просто статус пробития при фактическом уроне. Добавлено динамическое освещение для выстрелов, взрывов и бонусов в бою. В принципе, ничего интересного, обновленный крон входа и регистрации. Еще раз, походу, еще раз будет обновлен, не знаю, вроде как его уже обновили. Так, ну и теперь самое интересное, сейчас обо всем по порядку и очень внимательно. Жигу нерфит шанс крита, но зато на 3%, это типа вообще фигня полная. Зато критический урон у Жиги становится практически в 2,5 раза больше минимальный с 380 до 900 и максимальный до 1800. То есть это 2 тика, грубо, 2 тика и средний танк уходит на респ. 2 тика с критом. То есть это вообще лютейшая жесткая тема, которая будет нагибать 100%. По Жиге с магнитной смесью, Эмми теперь действует вместо 2 секунд 1 секунду. То есть устройство, которое у нас в челлендже, чуть-чуть занерфили. Но с тем учетом, что крит наносит такой некислый урон, там я думаю, что даже никакая Жиге с Эмми не нужна. Она будет настолько жестко наладить, что там адреналин будет намного сочнее смотреться. Дальше. Тесла. Нерфится 2 устройства, бронебойный заряд, то есть который наносит пробитие, который наносит Эмми. До 2 секунд сниженный статус эффекты. Молот. Нерфится устройство дыхания дракона, дыхания виверны. А нет, не нерфится. Дыхание дракона нерфится. Дыхание виверны не повышает шанс критического урона, но при этом скорость перезарядки кассеты быстрее на 10%. Эмми устройство нерфится. И устройство на пробитие также нерфится. Твинс. Критический урон повышен, но незначительно. Шанс крита понижен. Также с устройствами критурон у креотрона не уменьшается, у эспепилятора уменьшается. У магнетрона статус эффект работает 1 секунду. И турбоускорители плазмы отдача снижается на 80% вместо 50%. Ну, в принципе, ничего там особо не меняется с этим замечательным устройством. Просто будет попроще наваливать с ним. Рикошету шанс крита уменьшили с 12% до 9%. Испепеляющее поле нагрев при крите снижен. Короче, поджог хуже. Добавлен один рикошет снаряда. Кривое поле давали тоже снаряд. Сверхумное минус поле. Время действия пробития снижено до 1 секунды. То есть, все эффекты на пушке средней дальности, все статус эффекты, все нерфят. На смоку также статус эффекты нерфятся. Ну, это вкратце тут просто нечего говорить. По поводу страйкера я вот здесь не понял. Наведение быстрее на 60% вместо 80% это походу нерф. Да, то есть, раньше на 80% быстрее наводка была. Сейчас будет на 60%. У обездвиживающих боеголовок также нерф. У бронебойной боеголовки тоже нерф. И статус эффект пробития вместо 5 секунд работает всего лишь 2 секунды. Вулкан. Критический урон увеличен в 3,5 раза. Что минимальный, что максимальный. Шанс крита при этом снижен с 12% до 2%. Но если, например, играть на дико вулкане, либо диктатор раздает овердрайв вулкану, то он будет наносить нереальнейший жесткий критический урон. И это будет работать супер жестко. Супер прям сильно. По рельсе поджигающие снаряды увеличили поджог. Температура поджога поднимается с 50 до 100. То есть, максимальный поджог сразу. Больше не повышает шанс критического урона и больше не снижает критический урон. Крест снаряды то же самое. Не повышает и не снижает критический урон. Эмми накладывает на 2 секунды вместо 4. Оглушение вместо 2 на 1.5. И супер пробивающие снаряды больше вообще не повышает крит и больше не снижает критический урон. Но, в принципе, статус эффект пробития остается прежним. У Гаусса чуть-чуть нерфится критический урон. В принципе, не критично. При этом урон в залпе увеличен на немножко. Процент минимального поражения выстрела увеличен. Уменьшен радиус взрыва критического выстрела. То есть, вы теперь критом сплэшить не сможете на Гауссе. Это не будет работать эффективно. При этом, также нерфится чуть-чуть Эмми. Нерфится немножко пробитие. С шафтом также нерфится пробитие. И то самое устройство, которое я распиарил неделю назад. Да даже не неделю назад. Меньше, чем неделю назад. И даже еще видос не вышел. С этим шафтом уже занерфили. Ну, я не знаю. Но видос я, наверное, все равно выложу. Но его уже занерфили. Уже занерфили мой шафт. Ну, это просто жесть. Просто я только его приобрел. Орех уже, как говорится, отработал. Бам! И занерфил. Но это, друзья, не все. Это только обновы по пушкам. Где, если вкратце пробежаться, то Жигу сделали суперсильную. Все остальные пушки протостатус-эффекты занерфили. Вулкан тоже апнули. И тут, в принципе, все из интересного. Просто статус-эффекты нерфятся и становятся слабее. А самое интересное, это овердрайвы. И здесь изменений столько. И вопросов столько. Но посмотрим, как это будет работать завтра. Это просто что-то с чем-то. По еще пушке Джиггернаута, Терминатор, скорость полета снаряда снижена. И скорость полета снаряда максимальная повышена. То есть, я не знаю, что это за прикол. Но там типа что-то мудрят с этими ракетами. Как они там вылетают. Как по мне, особо сильно ничего не меняется. Но здесь что-то там балансится, фиксится, туда-сюда двигается. Вас по бомбочкам. Взрыв накладывает статус-эффекты на 1 секунду вместо 3. Взрыв бомбы накладывает эффект поджога и эмин в 40-метровом радиусе вместо 25. То есть, радиус бомбы работает намного больше, но наносит эмин только на 1 секунду. Соответственно, он просто сбивает расходку и все. И так же получается, накладывается микростан вместо продолжительного отключения. То есть, стана конкретного. Взрыв бомбы наносит 100% урона в 13-метровом радиусе. Начиная с 15 метров наносится только 10% взрыва. То есть, урон довольно-таки слабый. Максимальный радиус урона остается 20 метров. Но зато эффекты накладываются до 40 метров. Хоппер овердрайв больше не поджигает, но при этом наносит моментальный неблокируемый урон. От 1500 до 3000. То есть, вы прожимаете овердрайв и сразу же убиваете противника, у которого хп до среднего танка. То есть, до 3000. Он может уничтожить просто средний танк. Просто прожимает овердрайв. И я так понимаю, что в радиусе все те корпуса, которые находятся рядом с ним, все они могут умереть. Паладин овердрайв больше не накладывает подавление при работе. Хантер овердрайв больше не подавляет противника, но при этом наносит моментальный неблокируемый урон от 1000 до 2000 всем противникам в радиусе наложения эффектов эми и оглушения. То есть, вы отключаете расходку, глушите противника, не наносите подавл, но при этом еще дополнительно наносите урон. Урон по противнику. Это очень может жестко работать. И если, например, он глушится, наносится эми, плюс наносится урон, есть большая вероятность, что этим овердрайвом вы сможете уничтожить противника. Диктатор больше не заряжает овердрайвы союзником. То есть, это с точки зрения какого-то дикошафта нерв, но зато увеличивается действие суперзаряда нераздачи пробития. То есть, теперь, ой, не пробития, а критического урона. Теперь вместо 9 секунд, 10 секунд. Это очень много. Это, ну, наверное, сильно. Даже, я бы, наверное, сказал очень сильно. Орес опять апают, но я не знаю, Орес как-то все равно не в мете. Видите, тянутся теперь на 15 метров молнии от шара и наносят урона в два раза чаще молнии. Надо будет тоже посмотреть, потестить, но мне, в принципе, не нравится, как работает Орес. Ну, и ремкомплект. Длительность иммунитета снижена с 0.9 до 0.8. Я думаю, что оно и дальше будет снижаться. И все это дело связано с тем, чтобы Хантер стал сильнее и чтобы он стал в более хорошем балансике. Ну, и здесь есть изменения с заданками. Ну, в принципе, здесь особо ничего интересного такого нет. Время сброса бонусных ящиков, боюсь, снижено со 104 до 84. Бонусы теперь падают тоже чаще. Вместо 104 секунды плюс падение, то есть это плюс-минус 2 минуты до 84, плюс выпадение, это где-то до 100 секунд. Ну, короче, на 20 секунд быстрее будет выпадение всего дропа. Это, ну, с одной стороны, непривычно и поменяет немножко геймплейчик. Ну, посмотрим, как это все дело будет работать уже завтра. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я офигел. Просто офигел с того, сколько всего. И перебалансировка всех овердрайвов, и новые действия этих овердрайвов, и все вот эти вот изменения с пушками. Жесть. Просто жесть. Еще и шафта занерфили, которого я только купил. Зачем я его покупал? Не купил бы. Я думаю, что его бы даже никто бы и не трогал бы. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вы вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok